Я уже не один раз пытался начать снимать обзор этого смартфона, и каждый раз я понимал, что мне особо не о чем о нем рассказать. То есть рассказать о нем можно слишком много, именно поэтому я терялся и думал, ладно, сниму попозже, когда чуть получше сформирую свое мнение. И вот теперь я попользовался этим смартфоном примерно пару недель и готов рассказать о нем все, что я думаю. Это Sony Xperia 1, и сразу скажу, стоит он просто дохрена, но все равно я сегодня его буду хвалить. Потому что это очень необычный смартфон, который мне впервые за долгое время стало действительно интересно изучать. Это был необычный дежурный интерес, который я испытываю ко всем гаджетам. Вот эту новинку я реально не мог дождаться, и мне было очень интересно посмотреть, что она из себя представляет. Xperia 1 или Xperia 1 от Sony. Тот самый смартфон, который в последнее время должен нас удивлять, потому что компания Sony предлагает очень необычные решения. Например, вытянутые смартфоны с соотношением 21 на 9. И, кстати, этот именно такой же, при этом это флагман той самой линейки, тех самых 21 на 9. Попробуем его распаковать и посмотреть, что внутри. Запакован он при помощи вот такой пломбы, которая рвется легко. Руками ее, конечно, тоже можно оторвать, но он не открывается. Как тебе открыть, а? Я уже говорил о том, что некоторые компании именно так пакуют свои смартфоны, что коробку просто хрен откроешь. Но это не самая главная коробка. Конечно, это первое впечатление от устройства, но самое главное то, как оно лежит внутри, а еще важнее то, как оно работает. И вот он, тот самый смартфон. Выглядит он, конечно, максимально необычно. Это что-то очень длинное, очень вытянутое. И если мы смотрели Xperia 10, он был какой-то не такой, он был какой-то другой. То этот прям реально кажется даже большим, но с ним мы еще разберемся, посмотрим, сорвем с него все пленки и разберемся, что он из себя представляет. Пока посмотрим его комплект поставки. Я уже испугался, что здесь тоже придется... А нет, действительно придется трясти. Внутри находится конвертик, в котором ничего примечательного нету, кроме бумажек, эмукулатуры. Чехла в комплекте нету, так что, как говорится, обойдетесь. Но здесь же находится адаптер питания и кабель для зарядки. При этом это USB-C на USB Type-C. Ну и переходничок с USB Type-C на миниджек. Наушников здесь нет, пользуйтесь переходничком. Как обычно, начнем с минусов, ведь вы все их так любите. И самым главным, самым первым минусом этого смартфона будет, естественно, цена. Он стоит 80 тысяч рублей. Это действительно дохрена из-за Sony, наверное, это очень много, и многие со мной согласятся. Но этот смартфон вобрал в себя очень многие вещи, про которые сейчас расскажу, и, возможно, вы передумаете. Еще одним минусом в отношении этого смартфона, который я не могу не назвать, это огромное количество кнопок на правой панели. Здесь есть кнопки регулировки громкости, сканер отпечатка пальцев, кнопка Power, кнопка камеры. И все они, в общем-то, как-то немного даже мешают и сбивают. Когда ты пытаешься нажать на эти кнопки, они как-то постоянно путаются, но потом со временем к ним привыкаешь. Кто-то говорит, что кнопка камеры сейчас уже здесь не нужна, но я считаю, что все равно место на корпусе этой кнопки должно найтись, потому что она реально очень удобная. Особенно мне нравится вот это половинчатое нажатие, когда ты можешь зафиксировать экспозицию, зафиксировать фокус и уже потом, через какое-то время, сделать снимок. Ну, когда подойдет, удачный момент. Вот что нашлось в интернете. Заткнись. Еще одним минусом в отношении кнопок, установленных в этом смартфоне, я могу сказать то, что его очень сложно установить в какой-либо стабилизатор. Например, когда я устанавливал его в свой Osmo Mobile первого поколения, со вторым, я думаю, будет то же самое, потому что площадки там одинаковые. Так вот, он вставал туда очень плохо. Постоянно зажимались какие-то кнопки, я постоянно зажимал кнопку Power и выключал его. В общем, его надо или фиксировать не очень хорошо, или что-то придумывать с какими-то чехлами. Просто так его установить в стабилизатор действительно сложно. Особенно это странно, учитывая его фото- и видеонаправленность. Вот как бы почему так произошло, непонятно. Ну и в качестве еще одного минуса, который я для себя отметил, я бы назвал отсутствие кнопки Power в сканере отпечатка пальцев. Или сканер отпечатка пальцев в кнопке Power. Такое уже было в предыдущих моделях, но все равно здесь мне это не нравится. Если ты делаешь сканер сбоку, надо как-то совмещать его с кнопкой Power. Это реально удобно. А не мудрить не делать отдельную дополнительную кнопку, отдельный сканер отпечатка пальцев. Это как-то очень усложняет конструкцию, что ли. Ну, раз так сделали, значит, наверное, есть какие-то объяснения. Основной отличительной особенностью этого смартфона, естественно, является его экран. Выглядит он просто непонятно. Когда ты берешь первый раз в руки этот смартфон, ты понимаешь, что он какой-то очень странный, он очень вытянутый. В некотором роде он даже похож на какой-то пульт от телевизора, что ли, или что-то в этом духе. Но потом ты как-то привыкаешь к нему, начинаешь им пользоваться и понимаешь, что, в общем-то, в этом нет ничего плохого. И некоторыми функциями ты даже реально начинаешь пользоваться. И понимать, что на таком экране они действительно удобнее. Для меня такой функцией стала многозадачность. Раньше я практически не пользовался ей на других смартфонах, потому что на экранах 18 к 9, и уж тем более 16 к 9, это ну такое себе развлечение. Здесь это реально удобно. Сверху я могу запустить какое-нибудь видео снизу, открыть мессенджер или листать ленту Инстаграм, и все нормально умещается. При этом дотянуться от одного края экрана до другого вполне возможно, и нет никаких проблем. Вот вверх тянуться действительно трудно, но по бокам все нормально. Я могу запускать приложение, которое слева, справа, здесь нет никаких трудностей, и мне это нравится. Мне всегда нравилось, как Sony подходила к ширине своих устройств. Они всегда подгоняли их под определенный параметр. Представители не раз заявляли о том, что идеальной шириной смартфона, согласно исследованиям, является примерно 70 миллиметров. И вот у Sony, в принципе, это все выдерживается, и выдержать в руке реально удобно. Во-первых, это первый в мире 4K OLED-дисплей с соотношением сторон 21 к 9 и диагональю 6,5 дюймов. При этом он очень хорошо откалиброван совместно с представителями кинобизнеса Sony и представителями компании CineAlto, с которой Sony сотрудничает. И именно поэтому все цвета на нем выглядят очень естественными и в меру насыщенными. Они не кричащие, но при этом дисплей яркий. В общем, смотреть на него реально приятно, и это одно удовольствие. Особенно это касается специально созданного под этот дисплей контента. Точнее, он создан не специально под этот дисплей, он просто имеет соотношение 21 к 9, HDR и так далее. Это является определенным золотым стандартом в кинематографе. И даже пробовали внедрять такие телевизоры, но даже телевизоры не все зашли. А компания Sony рискнула сделать это в смартфоне. Посмотрим, прогадала или нет, но пока мне это реально нравится. Когда ты смотришь ролики или какие-то видео на этом экране, ты прям реально в них погружаешься. Не сказать, что это прям вау, какое присутствие, но это гораздо приятнее, чем смотреть его в соотношении 16 к 9 или 18 к 9. Правда, проблема в том, что под такой дисплей, под HDR, под 4К все равно не так много контента. Но смартфон может сам его адаптировать и ремастерить под нужный размер. Он делает это на лету, и в общем-то эта функция работает. Хотя все равно изначально созданный в этом формате контент показывается гораздо лучше. Для улучшения эффекта присутствия компания не забыла свою любимую функцию. Когда ты держишь смартфон в руках, смотришь какое-то видео, и в моменты каких-либо взрывов или какой-то динамики он начинает вибрировать в руках. С одной стороны прикольно, но я не понял, как этой функцией пользоваться, потому что ну что-то там дребезжит, ну что-то там вибрирует. Но я бы не сказал, что это прям действительно супер эффект присутствия. Хотя как функция зачет, и многим может понравиться. При этом ее интенсивность можно регулировать, поэтому здесь однозначный плюс. Как бы есть, и пусть она будет. Про производительность этого смартфона, я думаю, говорить вообще не стоит. Здесь Snapdragon 855, который хватает, просто на все. Но есть одна отличительная особенность. Здесь стоит 6 гигабайт оперативной памяти. Sony очень долго топила за 4 гигабайта, а здесь поставили 6. И за это им большое спасибо. Не скажу, что я заметил прям существенную прибавку, я скажу, что прям 6 гигабайт это классно. До этого я не ощущал проблем и с 4 гигабайтами, но то, что их здесь теперь 6, это хорошо. А вот то, что здесь всего 128 гигабайт памяти для смартфона за 80 тысяч рублей, это я считаю некоторым минусом. Но карты памяти присутствуют и их здесь можно устанавливать. При этом лоток традиционный для Sony. Его достаточно просто дернуть ногтем, он вытаскивается. То есть не надо использовать какие-то скрепки и прочие длинные тонкие предметы. Игры на этом смартфоне, кстати, отображаются очень хорошо. И вот этот дисплей является одним из факторов успеха игр на этом смартфоне. Пока адаптированы далеко не все, но Android не вводит каких-либо ограничений. И разработчики, если захотят, они адаптируют игры и они будут нормально работать на этом экране. Пока здесь можно поиграть в Asphalt, в PUBG, в Fortnite и некоторые другие игры. И вот когда играешь в игры типа Fortnite, это реально удобно. Потому что у тебя в центре практически вся зона свободная. В общем-то ее можно сравнить с дисплеем 18 на 9. А по бокам у тебя управление. И ты не закрываешь экран, ты реально играешь и ты присутствуешь в игровом процессе. То есть это что-то типа игры с каким-то контроллером. Но именно на экране смартфона. Что касается камеры этого устройства, то здесь вообще все пошли максимально далеко. И такое ощущение, что компания Sony, как какой-то марафонец на финише, решила просто выбросить все части тела вперед и сделать все, что только можно. И внедрить их в эту камеру. Потому что эта камера мало того, что она трехмодульная. При этом здесь модули на 12 мегапикселей. То есть это определенная универсальность и мне это нравится. Я рад, что здесь не использован 48-мегапиксельный модуль, который делает большое количество шумов. В общем, здесь все должно быть лучше и здесь действительно все лучше. В отношении качества снимков особых вопросов нет. Основной модуль и ширик снимают хорошо. Ширик, конечно, искажает, но далеко не всегда так сильно. А вот что касается телемодуля, то иногда там появляются шумы и иногда есть вопросы к обработке. Учитывая то, что модули маленькие, надо как-то обрабатывать эти снимки и не делать так, как на больших камерах. Но компания Sony пошла по примеру своих камер Alpha и начала пытаться как-то привносить те технологии оттуда сюда. Здесь есть фокусировка по глазам. Да, с одной стороны это хорошо, но учитывая глубину резкости смартфонов, в общем-то это не особо и нужно. То есть получается это просто фокусировка по лицу, которой вполне достаточно, потому что ты не определишь разницы между задним фоном, если он не очень далеко и, собственно, объектом съемки, если ты не используешь эффект боке. Зато шумоподавление и обработка фотографии в этом смартфоне идет на основании формата RAW. Когда вы делаете какие-либо снимки, они сохраняются сначала в RAW, после этого обрабатываются, а после этого уже переформатируются в JPEG и получается готовый снимок, который сохраняется в память этого смартфона. Если делать это сразу в JPEG, то это очень сильно сжатый файл, на котором сложно что-либо сделать. И поэтому за эту функцию компании однозначный плюс. Кстати, что касается видео, не забыли здесь и про встроенную память в модуль, поэтому этот смартфон может снимать 960 кадров в секунду. И на мой взгляд, он это делает гораздо лучше, чем многие другие смартфоны, те же Huawei, Samsung и так далее. Вот здесь Sony однозначный лидер. Они как начали делать это первыми, так и до сих пор являются, на мой взгляд, лидерами в такой съемке. Отдельно на презентации этого смартфона очень много говорили про специальное приложение, созданное совместно с компанией CineAlto. И это приложение позволяет снимать в различных пресетах, так называемых луках. И когда вы делаете какие-либо видео, вы можете накладывать различные эффекты. Например, какой-нибудь одной из камер, которая стоит десятки тысяч долларов. И видео получается достаточно хорошим. При этом есть различные ручные режимы, вы можете выставлять настройки диафрагмы, выдержки и так далее. И все это делается в одном приложении. Да, эти видео получаются немного своеобразными. Но если кто-то захочет себя попробовать в деле кинооператора, он сможет это сделать с этим смартфоном и посмотреть, насколько у него это получается. Ну и попытаться задать атмосферу своим клипам. Кстати, стабилизация на видео здесь очень хорошая. Даже когда ты быстро идешь или пытаешься бежать, стабилизация отрабатывает очень неплохо. Здесь она гибридная и, в общем-то, она справляется со своей задачей. В конце стоит добавить, наверное, только про звук и про автономность этого смартфона. По автономности никаких чудес. Примерно день использования, может быть, с небольшим запасом, но вряд ли этот запас будет действительно существенным. Зато здесь есть 18-ваттная зарядка, которая не супербыстро заряжает смартфон, но достаточно быстро. 50% за 30 минут. В общем-то, относительно неплохой результат для нашего времени. А вот что касается звука, то здесь все очень хорошо. Если мы говорим о беспроводном звуке с фирменными наушниками Sony, то там вообще просто шик. Технологии Dolby Atmos, все это накладывается друг на друга, различные фильтры обработки. И, в общем, это реально звучит круто. И когда компания говорит о том, что ты погружаешься в происходящее на экране, в это реально верится, когда это попробуешь. Не зря же даже на презентации этого смартфона компания выложила несколько этих смартфонов и рядом с каждыми расположила свои наушники тысячной серии. Которые, кстати, идут в подарок к этому смартфону, если купить его до 7 июля на официальном сайте компании и у некоторых партнеров. Подводя итоги, я могу сказать, что этим смартфоном я в целом остался доволен. Это тот смартфон, который вызвал у меня реальный интерес. Это то, чего еще не было. И компания Sony идет каким-то своим определенным путем. Они не смотрят на других с одной стороны, а с другой стороны, возможно, наоборот смотрят. И пытаются сделать что-то более гипертрофированное, чем у конкурентов. Все сделали 18 на 9, потом 19 на 9, а эти сказали 21 на 9 и будет вам счастье. Возможно, это так, возможно, нет. Но смартфон действительно уникален в своем роде. И, как я уже говорил про марафонцы, которые на финише выбрасывают все свои части тела вперед. Вот здесь примерно то же самое. Компания попыталась внедрить сюда все разработки, напрягла все свои подразделения, напрягла специалистов из Синья Альта. И сделали то, что они максимально могли сделать на сегодняшний день. Все воплотилось в этом устройстве. Возможно, учитывая все это, цена в 80 тысяч рублей уже не будет казаться такой большой. Особенно на фоне конкурентов, которые стоят примерно столько же, а иногда даже и больше. Как минимум, здесь есть реальные инновации, которые есть далеко не во всех новых флагманах. Ну и плюс наушники, которые дают в подарок этому смартфону. Поэтому, как минимум, до конца недели цена на него гораздо вкуснее, чем она будет в остальное время. Вы можете согласиться со мной или не соглашаться, но я поделился своим мнением, которое у меня сложилось об этом смартфоне. Я считаю, что он неплох. Хотя, если бы он стоил дешевле, было бы все-таки лучше. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, добро пожаловать на наш сайт, в наш телеграм-канал, в наши соцсети. И до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.